Автосервис – это такая сфера деятельности, в которой необходимо иметь переизбыток квалификации. Другими словами, необходим некий резерв знаний на тот случай, если возникнет необходимость ремонта автомобиля, с которым еще никто не мог справиться. Чтобы иметь такую сноровку, необходимо постоянно учиться и совершенствовать свои профессиональные навыки. Об этом и многом другом говорили за круглым столом, который состоялся в Щелковском колледже. Здесь собрались руководители станции технического обслуживания – из Щелкова, Балашихи, Фрязина и Одинцова, производители запчастей и диагностического оборудования для автомобилей. Сегодня мы все вместе поговорим, подумаем о том, как нам лучше готовить кадры для предприятий СТО, чтобы они получали максимально эффективно работающих сотрудников. Базой для проведения круглого стола Щелковский колледж стал не случайно. Здесь готовят студентов по таким специальностям, как техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования, а также техническое обслуживание и ремонт двигателей. Являясь региональным центром компетенции в области обслуживания транспорта и логистики, учебное учреждение задает стандарт обучения на территории всего Подмосковья. Мы сотрудничаем со всеми образовательными организациями Московской области, которые проводят обучение, связанное с транспортным направлением. Поэтому не обязательно, что, например, студенты Щелковского колледжа должны ехать в Голицыно или в Королев. Например, запрос с Голицыно поступает, нам нужны студенты, нам нужны рабочие, нам нужны на практику ребята, мы созваниваемся, например, с Одинцовским техником, с Серпухом, ну, разницы нет. На сегодняшний день в автосервисах острая нехватка хороших специалистов. Но для того, чтобы работать на современной СТО, выпускник должен освоить 50 минимальных трудовых навыков. Это знание устройства автомобиля, умение его осматривать, производить замер толщины дисков, колодок и протектора, умение провести замер качества тормозной жидкости и прочее. Конечно, для меня главное, чтобы студенты знали, что они делают, то есть, чтобы была хорошая теоретическая база, чтобы у студента была практика. В этом и сотрудникам нашего техцентра помогают, и целеустремленность. В Щелковском колледже обустроено несколько новых лабораторий. Это ремонт и обслуживание легковых и грузовых автомобилей, их покраска, кузовной ремонт, ремонт гибридных транспортных средств и электромобилей. Также в перспективе у колледжа обучение на автомобилях с газомоторным топливом и автомобилях на водородном топливе. Дооборудуются лаборатории по эксплуатации сельскохозяйственной техники и ремонт обслуживания дизельных автомобилей. Итак, чтобы лишний раз студентам не приходилось вот таким вот образом заезжать под КАМАЗ, для этого специально установлен стенд, который полностью имитирует пневматическую тормозную систему грузового автомобиля. Этот стенд позволяет нам создавать неисправности, имитировать какие-то поломки, которые могут возникать на автомобиле в дороге, путем искусственного, путем снятия быстросъемных разъемов. Важно отметить, что профессиональную подготовку студентов Щелковского колледжа высоко ценят не только местные работодатели, но и руководители автотехцентров в других странах. Так, например, одного из выпускников учебного заведения после успешного прохождения стажировки в Германии пригласили остаться там работать. Еще одним подтверждением статуса учебного заведения стало партнерство с Щелковской торгово-промышленной палатой, с которой и был совместно организован этот круглый стол. Мы решили узаконить наши отношения с колледжем. Сегодня мы подписываем соглашение о взаимном сотрудничестве. Я думаю, что наш союз будет достаточно плодотворным. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.